ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СРЕДЕ Делегация отказалась раздеваться на встрече с Лавровым. Казалось бы, друзья, что здесь такого раздеваться на встрече с Лавровым, но само даже уже понятие раздеваться, да, оно уже говорит о том, о чем-то не очень таком приятном. И если об этом написали в СМИ, то значит этот случай, как курьезный, был взят на заметку. И если сегодня Лаврову это не поставили на вид, то завтра поставят. Тем более Саудовская Аравия. Это то, что сейчас больше всего волнует людей в России, потому что начинают складываться отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и также Саудовской Аравией, потому что они очень близко друг к другу стоят. Здесь вот какая-то сложилась такая, на мой взгляд, не очень хорошая ситуация. Вот, допустим, во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в здании Дома приемов МИД в Москве некоторые члены делегации Саудовской Аравии предпочли остаться в верхней одежде. Ну, вроде бы предпочли и предпочли, да? Что здесь такого? Может быть, не стоило бы вообще на это обращать внимание. Но вам холодно? Правда? С улыбкой обратился глава МИД РФ к двум женщинам. Это уже некрасиво. Это уже невозможно. Он не может обращаться к женщинам и спрашивать вам холодно. То есть, по арабским правилам, это беспрецедентный случай некрасивого обращения. Но это, опять-таки, на мой взгляд, друзья, взгляд Тани Карацуба Сеидбурхан. Итак, он обратился к двум женщинам из делегации королевства. В ответ они смущенно улыбнулись, но все равно остались в той самой зимней одежде. Мы не знаем, что было у них под зимней одеждой, друзья, на самом деле. Ведь когда наш Путин приходит в бронежилете на приемы, ему же никто не предлагает снять бронежилет из-под низу. А здесь девушки или женщины, они были в чем-то внутри одеты, или просто они не захотели снимать. И потом женщина имеет право не снимать, если ей не хочется, одежду, ту, в которую она пришла. А поэтому здесь даже, видите, не помощник Лаврова сказал об этом, а именно сам Лавров. Вот зачем он сделал такую недопустимую ошибку, этого я не понимаю. Потому что это явная ошибка, которую ему поставят на вид. И я не удивлюсь, если напишут на него жалобу эти две женщины. Это тоже, друзья, возможно. Вот видите, совершенно казалось бы, обычные такие рядовые случаи, то, что можно с нашими женщинами, с арабскими женщинами, нельзя допускать себе такое. Лавров, как министр, он обязан знать все правила Востока. И тем более с Востоком складываются, в общем-то, с российской стороны, хотим мы войти с ними в отношения. А Восток-то не очень хочет с нами входить в отношения, потому что у него и других много. И даже если не других друзей, его много очки падают, извините. Вот, то в любом случае, у Востока сейчас так много друзей, все флаги в гости будут к нам, так примерно сейчас живет Восток. Как потом уже оправдываются, что мужская часть делегации сняла, конечно, с себя одежды. И потом, опять-таки, оправдательное такое, что на дворе-то минус 14 градусов, и, конечно, они были теплоодеты. Но, во всяком случае, я вам хочу сказать, сколько бы ни было градусов, да хоть 25 жары. Но если женщина с Востока пришла к тебе на прием, и она в шубе, в норковой или в соболье, или просто в кашемировом пальто, она будет так одета, как ей хочется. Раздевать ее прилюдно нельзя. Это была очень большая ошибка Лаврова. Не знаю, заметил ли он или нет. На мой взгляд, не знаю, чем вызвано его такое бескультурие, его некультурность в отношении Востока. Он все хорошо знает. Я действительно не знаю, друзья, чем спровоцировано это у Лаврова. И я знаю, что ему поставят это на вид. Я знаю. Потому что, ну, речь идет уже о том, что он лишится своего поста, а он не хотел бы уходить. Он бы там всю жизнь сидел до глубокой пенсии, друзья. Хотя он уже пенсионного возраста. И я думаю, что все-таки он бы мог еще лет 10, ну, хотя бы 8 точно просидеть. Однако же, видите, для того, чтобы сковырнуть человека с места, надо дать ему сделать несколько серьезных ошибок. Ошибки, если бы это были с любыми другими российскими, европейскими женщинами, может быть, она бы и прошла. Но с Востоком не пройдет. Ну, я так думаю, друзья. Это мое личное мнение. Мнение Тани Карацуба Сиитбургхан.